Старт-рекординг. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Алексей Савченко. На этот раз в ипостаси клоуна Ерофея и Ерохи. Для тех, кто с нами впервые, как водится, объясняю, почему вот это все. Потому что личина клоуна, как нельзя более, подходит для рубрики, которая пытается предсказать, где деньги есть, людьми, у которых денег нет. Как вы понимаете, я с иронией отношусь к бизнес-прогнозам на долгосрочном периоде времени, однако эта рубрика называется «Индустриальный дайджест», и мы постараемся с вами все-таки сделать ее полезной. Как видите, сегодня я пришел с друзьями. Я думаю, что не везде получается вставить анимированный фон в общие видео, потому что он отвлекает. Но тут, я думаю, это к месту. Ну и, соответственно, приступим к нашему основному блоку, который представляет из себя некий ликбез, бизнес-новости за последние две недели. Те, которые показались мне интересны, и те, которые можно как-то так слегка расшифровать. Я думаю, что это будет полезно. Итак, приступим. Собственно, наша любимая история про ревеню, которая, как мы помним из двух предыдущих наших выпусков, растет у всех, растет где-то от 20 до вот уже 40 процентов. В среднем это 25-30 все-таки. Все отчитываются. И вот Embracer Group отчиталась о том, что ревеню вырос на 31 процент, с чем мы их категорически поздравляем. Тут надо еще сказать, что группа Embracer, которая переводится на русский примерно как Обнимака, и вот она этим и занимается. Она всячески впитывает в себя другие компании и студии. Это феномен, при том, что относительно новый, сейчас уже является очень-очень сильным игроком на рынке. Я бы даже сказал, могущественным. Всячески переваривает в себе огромную часть европейского геймдева. И при этом многие, он развился настолько быстро, что многие не очень-то и знают, кто это такие. Я решил исправить эту ошибку и провести краткий ликбез по этому поводу, чтобы было понятно. Существует ошибочное мнение, что это вообще THQ Nordic. Оно отчасти справедливо, потому что это как бы в основе THQ Nordic, но который не ГМБХ. ГМБХ расшифровывается как Гемайнзема чего-то там на немецком, такое ООО. А публичная компания в THQ Nordic, которая получила большое количество денег и начала активно скупать прочие элементы для необходимости создать огромный стратегический холдинг, в который на данном моменте входит целых 5 операционных групп. Из таких, которые стоит обратить внимание, да, это издательство THQ Nordic ГМБХ, это Кох Медиа со своим американской частью издательства Deep Silver. Кофистейн, известный вам по таким играм, как, например, God Simulator и Amplifier Game Invest. Также, самое последнее из мощных больших приобретений, это Saber Interactive. Мы об этом говорили, уже поздравляли, там прекрасная сделка. Вот, и помимо того, что есть 5 техоперационных групп, внутри там уже порядка 30 внутренних студий, которые делают там какое-то безумное количество игр. Известно, что им принадлежит порядка 160 разнообразных франшиз. В разработке, недавно говорили в каких-то новостях, что, по-моему, они намереваются выпустить 130 чем-то игр там за 3, по-моему, года. То есть, вот, это супер-супер серьезный, большой, важный игрок. Нужно держать его в голове. И нужно понимать, что в самое ближайшее время это станет, возможно, ну, такой, чуть ли не монополистской доминирующей силой на этой части континента, когда мы говорим о геймдэве. Вот, поэтому следите за рынком, обязательно изучайте его ландшафт, если хотите быть такими же успешными, как я и работать в этом цирке. Вот, и знайте, знайте, кто, кто чего делает. Это всегда полезно. Следите за ростом разнообразных больших игроков. Вот, и, спрочего, тут, говоря об Embracer, нельзя не сказать о том, что все меряются тайтлами. И вот, вот, после того, как появился достаточно странный, интересный заголовок по поводу того, что группа Embracer выпустит 100 с хреном игр в следующие несколько лет, после этого сразу же появился заголовок от 2K, по-моему, который такой, типа, а мы выпустим 93 игры. И все это выглядит как такая гениталия мерка, назовем это так. Вот, но тут нужно объяснить, почему это происходит. Объяснение очень простое. Все играют в игру под названием «Утешь инвестора». И покажи, и успокой, что все хорошо, что у тебя есть долгосрочные планы, много IP, много запланированных историй, много релизов. И, соответственно, будущее Blue Sky Open, оно безоблачно и прекрасно для твоей компании. Я думаю, что так как все мы занимаемся вот этой вот капустнической самодеятельностью на рынке в той или иной степени, за 2K последуют и прочие компании, которые попробуют заявить о каких-нибудь больших впечатляющих цифрах на следующие 2-3 года. Из самой большой финансовой новости, на мой взгляд, которая и интересна с точки зрения перестановок в определенном сегменте, я бы сказал, что это событие, разворачивающееся на протяжении всех двух недель вокруг Magic Leap. То есть там происходило что-то каждые 2-3 дня. Magic Leap сначала привлекал 350 миллионов долларов и успешно привлек, которую в западной прессе называют как «лайфлайн» и, в общем-то, деньги на пивот. Не путайте, пожалуйста, мои маленькие специалисты-инвестора с пива, потому что 350 миллионов на пиво – это многовато. Вот пивот или, как его иногда называют, пайвот или пайвоот в нашей знатоке инвестиционной терминологии, на русском языке означает попытку выбраться из говна. То есть когда все, что обещали, не получилось и не срослось, то надо что-то как бы делать и нужно осуществлять этот самый пивот. Для Magic Leap, который, в общем-то, как мы понимаем, не справился со своей изначальной стратегией, оказалось, что устройство, предложенное для рынка, дороговато. Понятно, что в B2C секторе не получилось, поэтому компания решила идти в B2B сегмент, производить железо для энтерпрайза и разнообразных крупных корпораций. Ну и, соответственно, врезаться вот в этот вот сегмент AR, Mixar, VR, AR и прочая буква R, который, в общем-то, платит деньги. Как нам известно, в Enterprise, который включает в себя такие направления, как кино и телевидение, в тренировки симуляции, автостроение, космическую отрасль, армейские симуляции, военные симуляции, тренировки и так далее, достаточно дружелюбно настроен к подобным нововведениям. Они действительно востребованы и действительно получают достаточно большое количество денег. Ввиду всех этих передвижений и ввиду всех этих приключений, SEO-компании, в общем-то, ушел. Ну, это неудивительно и как бы не криминально, и как бы никакой суперпроблемы в этой нет. Человек выполнял определенную функцию, шел к определенной стратегии, стратегия не удалась, деньги привлечены, обязанности выполнены, будет привлечен другой человек. То есть, как бы здесь вот все настолько просто. Поэтому я как бы, у нас мы, люди славянские, они немножко как цыгане, они очень любят дни рождения и похороны, и на тех на тех любят рвать баяны, кричать песни и так далее. Поэтому я уверен, что ввиду всех этих телодвижений, компанию Magic Leap сейчас срочно по фейсбуку начнет хранить. Потому что хранить мы любим, это же поминки, как известно. А поминки это компот, бесплатная водка и пирожки. Поэтому кто же не любит хранить? Вот. Но с Magic Leap, я думаю, что так делать не надо, потому что они сейчас просто переместятся туда, где многим, в общем-то, комфортно. И я думаю, что там они выразят для себя достаточно сильную и интересную нишу. Вот. Из положительных новостей в виде растущих циферок, кстати, можно сказать, что США продали на аж целых 163% консолей больше за период коронавируса, чем в прочие месяца. То есть не только цифрой единой жив гордый владетель ПК и консоли. Люди играют на платформах, которые им привычны, играют на телефонах, играют там на том, чего есть, но при этом такие аппы у меня мало. И заказывают Xbox или Sony PlayStation, несмотря на то при этом, что новое поколение не за горами, а оно приезжает там через Amazon. Я уверен, посредством доставщика в маске и в перчатках, которые вручает консоль и вот играют, играют и все хорошо. То есть интерес большой, интерес растет и здорово. Тут нельзя не добавить при этом, что мобилы-то выросли как раз за этот период, там подсчитала Аппенни и прочие такие товарищи, некие медианы, которые мы очень любим, потому что медианы это средние значения и, как известно, с них спроса никакого про конкретику, но выглядят они всегда хорошо. Вот, поэтому, собственно, медианы по мобилам в рост 35%, там в месяц зарабатывался чуть ли не миллиард точка два и с игр, и это, это прям, можно сказать, просто праздник какой-то для соответствующих компаний, у которых есть продукт, который продается на сторе и, в общем-то, не чувствует себя хорошо. Вот, вы, также, я думаю, что многие из вас следят с интересом за историей с Ласта Васту. Пиар очень спорный у продукта сейчас, но она, несомненно, делает огромное количество намастей. В совершенно разных форматах и местах, то есть мы помним, как сручился страшнейший слив и какой-то злой, голодный тестер из Бразилии, возможно, знающий Капуэра и живущий в Рио-де-Жанейро, в фавелах, на чём мои знания о Бразилии заканчиваются, выложил кат-сцены заставки и материалы из игры, где-то недели четыре назад или три назад в интернет, совершив ужаснейший спойлер с большой буквой «С». И после этого комьюнити в интернете такое, кто-то смотрит, кто-то не смотрит, кто-то начинает проговариваться, там люди в трене начинают устраивать скандалы, буквально на периоде прошлых двух недель. В Naughty Dog, компания, известная нам по таким прекрасным играм, как Way of the Warrior, на 3DO, например, и вот Last of Us, она использовала экспериментальную функцию Twitter для того, чтобы ограничить утечку. Как известно, из более широких новостей, недалее, как через 3-4 дня после этого, данной функцией также решил воспользоваться и президент Трамп, в каком-то смысле, который после того, как Twitter сделал что-то нехорошее с одним из его постов, аж выпустил целый закон. Но это при этом совсем другая история. Также игру Last of Us 2 запретили в Саудовской Аравии. Почему? Потому что главная героиня Элли любит, как писали на одном из форумов, ножницы больше, чем фломастеры. Если вы не поняли данного намека, потому что Элли играет за другую команду, если вы и этого не поняли, потому что Элли... Ну, потому что она лесбиянка. И вот этот весь ЛГБТ-акцент для особо религиозно и скрепно озабоченных людей, он заставляет их делать такие странные и обычно контрпродуктивные, но вот на такой волне почему-то работающие вещи, как заводить онлайн-петиции, в которых они призывают сохранить остатки морально-этического народного комплекса и не позволять молодому населению смотреть, как на то, что два однополых homo sapiens могут, ой, целоваться. А возможно и не только. Вот. Главным интригующим вопросом для нас является то, запретят ли игру в России, потому как петиция-то уже началась. Под ней, правда, какое-то смешное количество подписей, там было, по-моему, 160, что ли. Вот. Но мы, это мы еще посмотрим, сколько там будет подписей после того, как об игре расскажет, например, передача 60 минут, либо Соловьёв. По поводу, кстати, передачи 60 минут, произошел такой казус в игровом комьюнити, новость, можно сказать, локальная, но с перчиком. Украинский разработчик Старный Гейс, прекрасные ребята, лично знаком, Игорь, привет, который занимается таким занятием, как выпуск варгеймов в таком улучшенном качестве, с классическими механиками и с неким акцентом и упором на альтернативную историю, назовем это так. Вот они выпустили свою вторую, то ли третью игру в этой серии, и она, в общем-то, про Блицкриг, то есть это вот танки Гудериан, там, Москва, этот элемент и часть Второй мировой войны. И, ну, естественно, как в любой компьютерной игре, можно играть за самые разные стороны, можно играть, а это традиция заложена ещё там с панзер-генерала, и ещё с седых времён, когда в фракции в варгеймах, ну, есть очень много игр, например, такие, там, экшн-болф, там, например, и так далее, где люди за немцев собирают, там, целые армии, играют, ничего страшного. Вот. И, естественно, можно играть за Германию, одна из фишек игры это разнообразные кат-сцены, и, ну, в завершении немецкой кампании, там, значит, Адольф Гитлер, он появляется на Красной площади. Ну, что, я думаю, по-своему, наверное, так бы оно и было бы, если бы Гитлер вдруг победил на Восточном фронте во Второй мировой войне. Опять же, история альтернативная, да, то есть, как бы мы понимаем, что если человек играет за фашистов, он не фашист, потому что иначе бы возникло бы огромное количество вопросов к игрокам в Вархаммер, например, потому что многие из тех, кто играет за Хаос, очевидно, Хаоситы, многие из тех, кто играет за Орков, очевидно, Орки, а многие из тех, кто играет в фэнтезийном Вархаммере за Скавенов, очевидно, Большая Говорящая Крыса. По этой логике. Но вот в чем интерес этой конкретной истории, конечно же, российская медиапропаганда не могла пройти мимо такого прекрасного материала. И передача в 60 минут открылась фразой «В нацистской Украине разработчики, естественно, показывают Гитлера на Красной площади и, несомненно, хотели бы, чтобы так оно и было». Большой привет медиапропагандистам. Надеюсь, что упоминание игры на федеральных каналах позволит Игорю осуществить гораздо большее количество продаж в России, чем планировалось изначально. Но, конечно же, это все смешно. Из прочих новостей. Тут как бы такая история, что я думаю, что это некий рекорд. Но Witcher в этом году, как серия, наш любимый Ведьмачок 3 продал 50 миллионов юнитов. И мне кажется, что для Восточной Европы это вообще абсолютный рекорд. То есть я не думаю, что какая-то игра из Европы в целом, возможно, продавала такие объемы. Вот. И это великолепные новости. Это очень здорово. И я сердечно поздравляю компанию CDPR с этой историей. Также из нескольких дополнительных забавных новостей, о которых бы хотелось сегодня упомянуть, фильм «Соник» оказался настолько успешен после всех этих замечательных приключений, которые с ним происходили. Как вы помните, изначально модель «Соника» делал человек, который делал куклу телепузиков. И после того, как фанатская комьюнити не оценила этот юмор, модель пришлось переделывать. Так как все уже было интегрировано в кинцо, все это вышло крайне дорого, как операция, но послужило своеобразным пиаром, и фильм продался очень хорошо. Поэтому у «Соника» будет сиквел. Будет фильм «Соник 2». Я считаю, что это по-своему смешные и удивительные новости. Потому что, ну, как-то, ну, не знаю, фильм-то так себе, скажем прямо. А для наших самых маленьких и не только фанатов замечательный киберпанк, как мы, кстати, решили игры System Shock, у меня есть прекраснейшие новости, которые звучат таким образом. Тенцент, тот самый огромный большой китайский финансовый бульдозер и инвестиционный друг братьев наших и меньших, и средних, и больших по объему, получивших к нему деньги, собрался серию System Shock активно развивать, выпускать, дополнять и всячески поддерживать. И я считаю, что это победа, дорогие мои друзья. Вот. Блог новостей у меня сегодня такой. Я также, перед тем, как мы начнем беседовать с чатом, хотел бы задать несколько тем, которые мы сегодня можем, кстати, обсудить. Потому что это не то, чтобы самостоятельные новости, но это то, что было на слуху каким-то образом эти две недели. Одна из них звучит таким образом. Тема для дискуссии. Люди, которые не из производства, уходят из крупных компаний, с больших менеджерских позиций и пытаются открывать свои студии, ничего о производстве не зная. Часто это становится причиной того, что вновь открытую студию стоило бы назвать я у мамки мазохист. Потому что продакшн это ад, как возможно неизвестно тем, кто с ним не сталкивался. Но вот я вам об этом говорю. И таких историй сейчас на рынке некоторое количество. Вторая тема, которая у нас животрепещущая и интересная, она звучит как, ну, в общем-то, а что же такое бездев? Потому что последние две недели ломается огромное количество копий по этому поводу. Я там тоже периодически бросаю подкороны в вентилятор. Сегодня написал даже пост, почему я это делаю. Но сегодня можем этого вопроса коснуться, если кому-то интересно. Если нет, я просто там краткую расшифровочку, там, своих каких-то соображений. А также мне кажется, что это будет темой для отдельного разговора. Но возник состав побеседовать по поводу как такового HR в игровой индустрии. Какие курьезные ситуации случаются по этому поводу. Что вообще с этим всем делать и куда нам всем двигаться. Поэтому будем этих тем касаться каким-то образом. И теперь давайте же перейдем в чат. Я пока говорил, не очень смотрел на то, что происходит у меня за спиной. У меня за спиной происходит какое-то тотальное мракобисие. Честно говоря, там клоуны вытащили из зала каких-то мужиков, разделили их. И по всей видимости будут сейчас их засовывать в какое-то разноцветное надувное колесо. Но предположим, выглядит как сдача билда в пятницу вечером. Если кто понимает, о чем я. Вот, ну что же. Всем привет. Всем здравствуйте. Отдельное, как всегда, на английском языке. Kirk, hello, thanks for dropping by, it's very nice to meet you today. Говорят, что выглядит как полысение юрошки. Да нет, я просто, видите, теряю мозги. У меня в голове, у меня опилки и пустота. Поэтому в рамках этого амплуа могу позволять себе иногда говорить вещи, которые я не могу позволять себе говорить в других ситуациях. В hello all, в зрим смотрим, всем привет, бояре, всем привет, привет. В ерошка, а куда вот идти, Magic Leap, у спрашивает Слава Смирнов. Ну, что сказать. Как я и проговорил, Enterprise, и я, кстати, считаю, что это очень благостное направление, честно говоря. Ну, потому что, кто не знает, как работает бизнес-модель в этом секторе, частенько. Magic Leap приходит там, допустим, в американскую армию, например, и говорит, вот мы вам дадим 5000 устройств по такой-то цене, а также наши инженеры будут сопровождать процесс внедрения в соответствующих разделах войск. И мы будем делать вот такие специальные фичи в рамках нашей программы саппорта. И базово это будет стоить 50 миллионов, а каждый год еще 10. Такие сделки. То есть, как бы это такое сопряжение продукта, сервиса и системной интеграции. Все вот в этом сегменте все очень хорошо. Меня, когда периодически спрашивают, почему я так немножко скептически отношусь к сектору игрового VR, на контрасте. Потому что, если сравнить даже вот эту игровую часть VR и Entertainment VR с Enterprise системно-интеграционным VR, то первый там находится, он выглядит как такой какой-то карлик смешной по сравнению со вторым уже, который стал отдельной сферой бизнеса и всем остальным. Также Слава Смирнов говорит, что что Ерушка думает про тизер Сеги. Я не выставлял это как новость, потому что новости как таковой нет. Есть некий слух о том, что Сега на этой неделе или на следующей неделе собирается сделать анонс, который потрясет всю индустрию. Я, как и многие в мире, очень надеюсь, что это анонс Сеги Dreamcast возрожденной, усиленной, более крутой и вообще просто космически разрывающий весь рынок. Я готов потратить больше, чем на даже более навороченный технологический Xbox и PlayStation денег на Сегу Dreamcast, если они выдержат ту идеологию игр, которая была заложена в оригинальную консоль. То есть, как бы, а опять же, кто не в курсе, Сега Dreamcast на момент выхода технологически и визионерски опередила все, что будет после нее следующие пять лет. Весь первый цикл PlayStation и Xbox просто вот порвало там нафиг. Плюс там были решения, которые до сих пор никто не повторил, из-за космического характера, там из области в тамагочи карточки, memory stick, который втыкается в джостик, там можно смотреть на него, вытыкать, потом с ним что-то делать, играть там и так далее. Я надеюсь, что это Dreamcast. Я хотел бы, чтобы на рынке появилась четвертая консоль. Ну, потому что вот это вот распределение между там типа Sega, Sega, в смысле PlayStation, Xbox и Nintendo, да, то есть оно, ну, это некий статус-кво и стазис, который присутствует крайне давно и хотелось бы каких-то перемен на рынке, честно говоря. Я думаю, что это и остальным было бы тоже полезно. И опять же, сори, не берем вот все вот эти вот перевыпуски Atari условно. Я очень расстроюсь, если это окажется какой-то историей из области там типа Legacy выпуск какой-нибудь там мини-приставки с коллекцией игр. Это будет просто, ну, ну, это будет типа не отстой. Вот, вот я думаю примерно это. Кирохи. По поводу Брискрика, вот из их описания в Steam совершенно неясно, можно ли там играть за кого-то, кроме нацгермании. Тогда как предыдущая их игра, по Civic, совершенно значительно говорится, что можно играть за обе стороны. Ну, насколько я знаю, можно играть во всех этих, в симуляторах всегда там или за несколько сторон. Если ребят приняли решение выпустить фракции в разброд, то это, ну, сомнительное бизнес-решение. То есть, как бы, я, поверьте, я просто считаю, я не считаю компьютерную игру продолжением идеологии. Если я, если я, ну, там, не знаю, смотрю фильм «50 оттенков серого», это не значит, что я у себя дома после этого построю комнату там для игр или, как мы уже говорили, студию разработки. Гораздо лучше построить, если ты про Садамаза. Вот, но, опять же, это все, это все, когда есть такое слово, я даже произносить его не люблю, когда там, не знаю, 25 ключевых российских фантастов пишут книжки про попаданцев. Простите, я понимаю, что сейчас за мной, за попаданцев выехала лингвистическая полиция за это слово. Вот, но, то есть, там, там, что-то никаких претензий, да, хотя, хотя, там, альтернативная история какого-то вообще хардкорного, там, расклада, там, и так далее. Когда, когда чуваки делают игру, в которой можно играть за несколько сторон, короче, да, то есть, и об этом удобно сказать и раздуть из этого, там, бучу-кучу и так далее, то получается какая-то жопа. Опять же, это же, это же, вот этот вот Гитлер, он же там в заставке, там, ехал Гитлер через Гитлер, 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 как известно, и он в неинтерактивной части игры, вы за него ничего не делаете в целом. Спасибо за лайк, говорит, видео-зад, смотрите, какие молодцы, сейчас пойдет по второму кругу с колонами. Вот, и, короче, вот у меня, у меня такое отношение. Но я при этом, при этом, я относился бы еще раз к любой другой идеологической установке с таким же пофидизмом. То есть, я, ну, есть некая выдумка, ну, фантазия какая-то странная, то есть, там, альтернативное развитие исторических событий. Почему всем на это не положить, я не понимаю. Вообще на обиженных, как известно, ну, это вот этот синдром с тем, что посмотрели и обиделись, ну, с обиженными известно, что происходит, в лучшем случае, там, воду возят, а еще кладут кое-чего, тоже периодически на воротник. Но, ну, потому что это, ну, это странно, простите, предъявлять продукту про очевидное историческое фэнтези какие-то серьезные претензии. Ну, это как бы это сумасшествие для меня, по крайней мере. Евгений также говорит, опять же, я готов буду только аплодировать, если кажется, что на молнии хайпа парни поднимут денег еще и на красные. О, я вот не дочитал, а вот угадал. Красные идут, Невал там в свое время показывал неактивную хайп и получать аудиторию. Однако, пока что склонен думаю, что маленькой городу украинской судне хватает ресурсов выпускать игру с двумя игральными сторонами, но выпускать в современной Украине игру, в которой можно играть только за советы, но такое надо произносить с опорожским акцентом. Это абсолютно не так, потому что я и сам родом из Украины, но Украину как рынок в Украине никто не рассматривает. Опять же, если вы в Украине выпускаете игру про Советский Союз, всем тоже насрать. Ну, в смысле, это международная такая какая-то история с попыткой выпустить, вот, ну, что-то вот так решили, решили выпустить в таком виде. А про, опять же, еще раз, альтернативную историю. Почему это должно быть неким заявлением, для меня это странно. Опять же, есть примеры, которые мне дико взрывают там голову, вот как сейчас, с двумя дырками. То есть, как бы там, если помните, была тема с, типа, там, в концлагере, где можно за полицаев играть, которые люди сжигают. Да, вот это я не понимаю. Объясняю разницу. Разница состоит в том, что, когда вот в такой вот игре про танчики и, там, с одной стороны, там, маршал Жуков, с другой стороны, Гудериан какой-нибудь условный, типа, это стратегическая игра, да, то есть, как бы, есть некий уровень строения, это одна тема. А когда ты играешь в симулятор концлагеря, и ты, короче, там был такой крутой скриншот, на котором, на котором было написано отправить газовую камеру или заставить жрать траву, по-моему, то есть, как бы, и выбор, выбор, вот, действия. Нет, это патология, это психопатия, и если это попытка сыграть на пиаре, короче, то это очень плохая попытка. Опять же, вы заставляете игрока принимать решения, ассоциируя себя с этой историей. То есть, вот, я обед так считаю, но, такое. Нормы видеоред, как раз собираем билд. Поздравляю, Станислав, в пятницу вечером в самое время, как известно. Обязательно задержитесь на кранче. Идите домой рано утром в субботу, дождитесь, пока все упадет, и приходите в воскресенье с утра. Слава Смирнович, Юрошка, я слышал, тут новое агентство про бездев открывается, что думаешь, ну, я знал, что вы об этом сейчас заговорите. Конечно же, да что я думаю, ну, я все, что хотел сказать по этому поводу, в принципе, написал в фейсбуке. У меня нет никаких личностных претензий к людям, которые это все придумали и как-то начали мутить. Я просто считаю, что отечественный рынок является, игровой имеется ввиду, является диким с точки зрения законодательства, с точки зрения контрактных взаимоотношений и регламентирования процессов. Это вызывает вот таких вот сон, чудовищ разума периодически из области, я буду работать на работе, я буду осуществлять агентскую деятельность и еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы, это вещи, которые входят в конфликт интересов, это очень сложно и небывальщина легально, поэтому так делать не стоит. При этом я не имею ничего против, там, истории, когда кто-то работал в большой компании, вышел, открыл что-то и делает, там, агентскую деятельность. Конечно, удача в России, потому что в агентских историях в России мало шансов, по разным причинам. Но, в целом, как бы, это исключительно процессуальная проблема, то есть выпало. Я не одобряю, кстати, того, во что это, там, раздулось, в целом. Вот, потому что, ну, потому что исключительно, и, опять же, не из-за каких-то, там, моральных личных моментов, нет, просто из-за того, что пинать мертвую лошадь вторую неделю подряд, это крайне перескорбно выглядит со стороны. Ну, это как в анекдоте про закопать стюардессу, то есть, ну, зачем, ну, в смысле, что, новых шуток не завезли, что ли? Пятый день в один и тот же трет в Фейсбуке писать, это жалко просто. Нельзя, нельзя так. Ерош про спайс, Ерош, там без, Ерош, там дев. Да, 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 они это делают, серьезно, Андрей Миллион, да, я серьезно, они, да, без дев. Без дев, почему я написал, кстати, сегодняшний пост по поводу без дева? Потому что все больше историй по поводу людей, которые просто, ну, относятся к своей работе примерно как, все, что я делаю, это моя работа. Типа я, как кот насрал на этаже, есть о чем писать в ЖЖ. Я написал в ЖЖ, так как люди знают, что я работаю в этой компании, они прочитали, они проассоциировали, и из-за большой любви к моим постам, и из-за того, что они прокомментировали, они также купят мой продукт, есть опосредованная, опосредованный лид. То есть, как бы, эти все рассуждения, это, ну, простите, полный. То есть, как бы, я не матерюсь вот в этих вот, цирк же, это дети, поэтому я без мата стараюсь. То есть, там, или какие-то, если, вообще, я считаю, что выкапывание и попытка выдать за качественные ряды лидов никудышных, это ужасно. То есть, я, не знаю, мне очень не нравятся профессиональные люди, которые едут на выставку и составляют отчет на 20 страниц, в котором буквально каждый раз, когда они, там, куда-то шли или с кем-то заговаривали, там, там, поговорил с кем-то из Sony, поговорил с кем-то из, там, не знаю, там, Electronic Arts, поговорил с продавцом шаурмы, отличный парень, тоже лид, короче. И вот это все лиды, ну, типа, ну, нет. Что такое бездев при этом? Бизнес-девелопмент, как определение, как профессия, это человек, который ответственен за новые рынки, новые направления, новые источники дохода. Все, точка. Точка. То есть, это человек, который, имея продукт в компании, либо сервис, находит новые места на рынке, новые связи, новые контракты, новых клиентов, которые позволяют увеличить revenue, adoption, либо другие ключевые метрики продукта. То есть, там, с точки зрения работы, если кому непонятно, это обозначает, что человек разрабатывает стратегию, использует свой личный нетворк, использует какие-то, там, другие способы, методы, какие-то, там, законтрактованные агентства, если ему так кажется нужным, и, условно говоря, добивается того, что через год появляется 10 новых секторов на рынке, где проект используется. Там, если это игра, это могут быть новые платформы. То есть, выстроенные отношения с новыми платформами, вот новые источники дохода. Если это сервис, это могут быть новые какие-то сектора. У вас есть, там, движок, который круто что-то рендерит, вот, и вы принесли его, там, в автостроительство, в автосимуляции, короче, там, и в, а потом еще и купили компанию, которая производит очень красивые мегасканы, которая позволила привести, расширить рынок, и это тоже приносит деньги. Это бездев. Если вы совершаете одну и ту же операцию с продуктом, и она просто продает, это не бездев, это уже не бизнес-девелопмент, ну, как уже девелопмент, это просто бизнес. Вот. И, к сожалению, многие, кто не хочет связываться с KPI, кто про, типа, я же про открытие широких возможностей, которые имеют огромные перспективы, привести нас к замечательным, более крутым перспективам в общении с этими классными, нетоксичными людьми на рынке, у которых есть вижен, парень, то есть, как бы, вот, но это, это вот, это люди, которые тратят зарплату, там, и плохо получается очень в итоге. Вот. Очень часто в маркетинговые какие-то движения выдают за бизнес-девелопмент. Очень часто выдают за бизнес-девелопмент какие-то, не знаю, вещи, связанные, скорее, с личным развитием человека и его карьеры, чем с развитием бренда компании, который тоже является товаром, как известно, либо, там, продуктом компании. То есть, вот поэтому, поэтому вопрос, как бы, и вот поднимается, потому что, ну, мы же все на одном рынке работаем, мне не очень хочется иметь никаких, там, дел с такими людьми, и не хотелось бы, чтобы клиентов моих тоже представляли какие-то такие люди. То есть, это просто пожелание, опять же, я пишу у себя об этом в Фейсбуке. Если кому-то не нравится, если кто-то считается это оскорбительным, эту нейтральную тему без имен и персонификации, меня можно просто смело заблочить, удавить, не общаться со мной. Ну, все просто. Слава Кенке, Юрошка, а что такой эксперт, а скажи, вот лежат у тебя условные 10 тысяч долларов без дела, и хочется купить акции в гимдев каких-то, куда Юрошка вложился бы? Никуда. С десяткой никуда. За 10 тысяч я пошел бы, и если есть уверенность, что появятся еще другие эти 10 тысяч, например, это результат ежегодного бонуса, к примеру, я потратил бы часть этих денег на то, чтобы посоветоваться с каким-то количеством агентов на рынке, либо если хочется самому играть в сток. А как показывает практика, ну, типа люди, которые хотят заниматься акциями и инвестированием, это почти всегда одни и те же люди, которые хотят разобраться и еще и фан от этого получать, особенно если они находятся в игровой индустрии. Я бы первые 10 потратил на образование, связанное с тем, как инвестировать, вкладывать, учиться там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Либо я бы вкладывал какие-то такие суммы в совсем сейф истории, которые, ну, нерискованные портфолио, скажем так. Еще можно поговорить со своим банком по этому поводу. И еще можно смотреть не в GIMDEV. Там обычно в более консервативных секторах, там есть такие истории, которые относительно безопасно позволяют год повкладываться и посмотреть, как работает механика рынка в каких-нибудь портфелях, у которых там предсказуемый рост там 2,5%, но риски очень низкие. То есть вот я, вот так бы я сказал бы, наверное. Вопрос с темой Magic Leap. А что сейчас с Кинектом? Мне очень нравился, жалко, что не смог стать массовым. Я слышал, что он тоже ушел в сторону Энтерпрайза. Я не слышал, что Кинект куда-то ушел, но я легко поверю, что так это и было. Надо посмотреть, почитать, что ли. Вопрос, смотрел ли Metal Family? Нет, не смотрел, а надо. Что это такое? Звучит, как какой-то хардкорный мультфильм. Или нет. Ну, не знаю. Посмотрю. Посмотрю, что это такое и прослышу. Такой опа, и Sega анонсирует сиквел Соника. Парам, парам, пам. Тадам, тадам. Да, это будет разочарование. Поэтому вот такие дела. Слава Смирнов, Юрошка. А ты видел трейлер Майора Грома? Что у нас про бизнес-перспективы? Встанет колен и все это вот. Я считаю Майора Грома одной из, как бы не единственной, типа, супергеройской АП России с шансами на победу. Ну, то есть, это очевидный флагман. Трейлер хороший. Трейлер, если сравнивать с другими трейлерами из российского кино сейчас, очень хорошо. Интересные персонажи. Даже не запороли как-то особо. И канва просматривается. И я категорически буду следить. То есть, мне очень хотелось бы, чтобы в России появились какие-то IP, которые там мощные. Их вывели бы сейчас на какие-то там, какие-то дамки. Это было бы очень круто. Это был бы настоящий рост рынка. То есть, опять же, если бы в продуктовой работе были заинтересованы разные люди, которые, типа, пытаются всякие госпрограммы поднимать. И они бы там, не знаю, пошли и сделали крутую игру по Гардемаринам. Там, какую-нибудь крутую игру какую-нибудь по, не знаю, первому отряду. Да, которая, как известно, как аниме и про Мишину по комиксам. Но, которые там с МГУ и так далее. И вот такие бы штуки делали бы. Мне кажется, что многие из них ишь посирали бы. Но некоторые имели бы все шансы отстрелить. Например, если бы я делал Гардемарина вперед, я бы сделал русский Ассасинскрид в Петербурге, который был бы как Валентин Пикуль. Об этой бы игре бы ссалась бы вся Европа. То есть, как бы, и все бы говорили, блин, вот какое прекрасное отображение зеркала российской культуры и имперского периода. Вот это было бы круто, да. То есть, вот это я понимаю, там, простите, даже госпропаганда в каком-то смысле. Вот. То есть, а в Майор Гром, да, крутое авторское IP. Вот Владимир, да, я помню, вы говорили, обратите внимание на Бабу комиксы. Я потом посмотрел после этого, я понял, что это Гром. Да, действительно здорово. Сергей Читов говорит, что не надо никуда 10 тысяч в клави. Да, я, ну, то же самое, что я и сказал, десятку не надо. Это не тот уровень для того, чтобы начинать, там, как-то инвестировать. Можно на эти деньги что-то получше поделать. Александр Лукичев говорит, что главное, чтобы снова защитники не получились. Ну, защитники, да, это такой, конечно, угрюмый, угрюмый трэш. Я не смог его досмотреть этот фильм. Я обычно не критикую продукты, как вы знаете, прям совсем-совсем. Но, блин, короче, в, короче, защитники я даже два раза пытался. И что-то, что-то вообще нет. Кино, кино там, ушиб всей бабки, как говорил один мой знакомый. Но самая, самая там жесть, там, даже не герой и не сценарий, а монтаж. Ну, то есть, монтаж невыносимый просто абсолютно. От него как-то, что происходит вообще. Вот, да, но при этом IP было бы... Я считаю, что весь потенциал есть для того, чтобы делать кучу крутого IP в РФ. Ну, надо этим заниматься, наверное. То есть, мне очень нравится... У меня, я тоже, чтобы никто не обиделся на это, у меня просто очень плохая память на фамилии, которые мне там не пропечатались уже в мозгу. Очень крутая история была про русские сказки, переиначенные с картинками, там, с богатырями, там, мощными и так далее. Причем давняя история про то, что, ну, мифологии, они же популярны вообще. И в мире легко поднять мифологию. То есть, тяжело поднять какую-то локальную историю, которая никому не интересна. А мифологию легко относительно. То есть, если знать, как к этому снаряду подходить. И вот, ну, что, славянскую мифологию, если ее там прям как-то прям это самое, может быть, местами еще для простоты восприятия немножко связать со скандинавской, с народической частью. То есть, там есть пересечения. Потому что, ну, вот, и в, там, Ас Иваны, вот это вот все и так далее. То, то, то было бы, было бы предельно круто сделать что-нибудь, там, в году вора, когда, там, русалки, это не милые барышни, а это, там, твари, которые живут в болотах, которые затаскивают людей, топят их, защекачивают и жрут нахрен. А вот чем они монстры? И там, там, не знаю, Алеша Попович, который, там, не знаю, там, хватает русалку, выворачивает ее, там, с хвостом, душит луком, короче, и отрезает голову тетивой. Ну, то же дело. Гадов вор, такой славянский сделать, я думаю, что было бы, было бы крайне, крайне забойно для разнообразия. Такое вот мнение по поводу IP разнообразных. Чего еще, чего еще интересного из заявленных тем про производство? Да, то есть, несколько, несколько, вот, я слышал недавние истории, когда крупные менеджеры выходили из больших компаний, открывали продакшн с таким заходом из области, да, я знаю чувака из продакшна, сейчас начнем лобать. И, там, нанимали людей, вроде бы, как начинали разработку игры и так далее. Получалось, как обычно. Потому что, еще раз, продакшн это ад. Для того, чтобы, давайте я вам расскажу про пайпланы, немножко свой опыт. Для того, чтобы вообще притереть студию, заставить ее функционировать на пространстве СНГ, если вы не покупаете готовую, вам там, у вас будут другие челленджи, если вы покупаете готовую, нужно будет в нее войти как-то и понять, вообще, желательно до покупки. Струдничество у вас в ростике потенциал совпадает или нет. В связи с тем, свой продукт, идея своего IP еще, или что-то лицензированное, то у вас идет где-то год на то, чтобы просто поставить все процессы, и это начало как-то функционировать. При очень большом везении 6-9 месяцев. После этого периода вы поймете, что через один день это убрать, потому что они не работают. Сергей вот про это пишет, что получается, когда чувак делает, выйдя из крупной компании, 100% проиграет. Я таких, к примеру, много видел, а обратных нет. Я, да, я к этому веду, Сережа, немножко другими словами и с попыткой предостеречь от подобных историй. Вот. И вам нужно будет перетереть людей, потом часть убрать, потом перенастроить процессы, выкинуть весь тот прогресс, который у вас был, потому что технически было сделано говно. Я вам это гарантирую. И начать разработку заново, но уже с каким-то неким пониманием. Дальше вы будете разрабатывать вертикальный срез. Если вы вышли из большой компании, если вы привыкли к инфраструктурам больших компаний, и вы привыкли к тому, как дела ведутся и делаются, и вам кажется, что все будет относительно легко, вас тут тоже ждут сюрпризы. Но, зная много таких кейсов, вы, воспользовавшись своим потенциалом и авторитетом менеджера крупной компании на выходе, ловко за первые три месяца, вы привыкли денег у каких-нибудь партнеров, которые, кстати, чтобы не было конфликта интересов, скорее всего, еще и не профильные. И вот этот первый год на проколов, ошибок и всего остального, его придется либо объяснять, либо закладывать в этот ваш самый кэшфлоу, который вы этим инвесторам предъявляли, и у вас там в конце первого года навряд ли стоит. Мы научились не просирать все полностью и теперь начинаем по-настоящему работать. А должно стоять именно так. Вот тогда, возможно, у вас есть шансы. К чему я это веду? Три важных главных совета для людей, выходящих из крупных корпораций, не имеющих опыта в производстве и считающих, что все будет легко. Первый год. Закладывайте на то, что нужно будет все выкинуть и начать уже с пониманием, как все делать. Второй момент. Исключительно в производстве налаженной цепочек не прикипайте к людям, не берите большое количество знакомых, не выдергивайте людей с насиженных мест, то есть компания, из которой вы ушли, потому что еще раз, половина людей, которые были приведены как корс состав на старте, придется расстаться. Это звучит как нелогичная мысль, но будет так. И третье, когда вы составляете стратегию, кэшфлоу, точку безубыточности и так далее, и так далее, и так далее, составляете все с максимальной пессимистичной колокольни. Потому что фактически, когда вы открываете новую студию, вы делаете, решаете две задачи. Вы одновременно строите бизнес и разрабатываете продукт в рамках этого бизнеса. По-хорошему, нужно закладывать некий люфт на то, чтобы сначала построить студию, а уже потом разрабатывать этот продукт. И тогда, может быть, у вас получится получше. А может быть и нет. Может быть, более старший и прагматичный товарищ Сергей, с которым мы знакомы, который меня периодически в интернете и не в интернете одергивает, и говорит, что да нет, точно говно получится. И часто бывает прав. Я все-таки более склонен давать некие советы, которые, может быть, и получатся на старте. Слава Смирнов, универсальные три совета для новых начинаний не обязательно для производства. Да нет, ну просто для производства это совсем, совсем, совсем. Просто в чем проблема? Я объясню, почему это так акцентируют для людей, которые выходят именно из больших компаний и открывают производственную студию. Потому что когда сидишь на менеджерской позиции продюсера, управленца, пробабки, подписываешь проекты как в издательстве и так далее, у тебя возникает такое ложное впечатление, что со стороны разработки все, ну, в общем, понятно. То есть, ну, что там непонятного-то? Там делаешь вот это вот, там получается там прототип тебе приносит, как тебе приносит его в издательство. Ты его, значит, там обутестируешь, а потом трафик херачишь, и получается, не получается. И дальше там из этого исходя выходишь, достигаешь какой-то цифры X, компанию оценит, продаешь, молодец, денег заработал там и так далее. И это абсолютно ложное впечатление, которое еще из-за реинфоршена, вот, конкретно твоей текущей позиции. Потому что если бы ты на ней не сидел, возможно, ты бы как-то по-другому на это смотрел. И да, и вот как еще раз Сергей правильно сейчас замечает в чате, опыт производства, опыт управления бизнесом, два разных скиллсета. А кажется, что один многим. Это не так. Вот поэтому такая вот история. Ну, слушайте, а я, кстати, я, кстати, смотрел на какие-то одни часы, а оказалось, что на другие, и мы уже сидим таки, общаемся, в общем-то, на час десять. Поэтому давайте традиционно для наших видео объявим последние 10-15 минут. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте вопросы. Если вопросов нет, то не задавайте. Одна тема осталась незатронутой. HR оставлены потом. Там надо говорить дольше, чем 5 минут. Но если вкратце, большей проблемой, которая доносится тоже со всех сторон сейчас на рынке, является то, что, ну, HR традиционно ничего не понимает ни в играх, ни в разработке, ни в поставленной задаче в резюме. А если он еще и внешне, то он просто комиссию хочет. И это приводит к удивительным ситуациям. Мне больше всего из последнего нравится история, когда компания поставила задачу своей HR менеджеру найти человека, бизнес-девелопера с очень хорошим английским языком. И прислали штук 10 резюме на английском языке, но она всех зарезала, потому что она английского не знала. Вот. И таких вот разнообразных историй много. А, кстати, да, вот почему, почему вот... А, я все понял. Я все понял, что с часами. Это у меня просто лиф и стрим из ОБС. Я его начал раньше, а рекординг и, собственно, само видео 53 минуты, поэтому общаемся дальше. Вот. Ну и давайте же в таком случае про... Оп, оп, оп. Вернись в видео. А, как? Видели волшебство? Давайте же, собственно говоря, про HR. И многие люди, которые сейчас засылают разнообразные резюме и многие люди, которые выстраивают процесс наема внутри компании, тут мы сталкиваемся с так называемой проблемой некомпетенции в широком смысле. То есть, когда человек, который не разбирается в производстве ни в какой степени, который не разбирается, в общем-то, и в построении кадровой политики, ему по верхам рассказали, что такое название в профессии, у него есть задача нанять за вот этот X денег, и все остальное летит в... как в тартарары. Получается, в общем-то, печаль. По этому поводу, я, кстати, думаю, сделать отдельный стрим, на который я хотел бы... Это даже не интервью, я просто бы созвонился бы, разговаривал, позвал бы своего хорошего товарища из индустрии, который недавно поменял бы, скажем, профессию. Он оверквалифайд, как многие из нас старших людей слышали такую историю. И он по разным собеседованиям обошел компанией на 20-30, и у него огромное количество производственных анекдотов, которые всем, они вам, уверен, понравятся. Вот. Я попробую с ним поговорить по этому поводу. Я думаю, это будет крайне веселый диалог. Возможно, придется тоже одевать клоунский парик, потому что истории там тоже такого качат. Вот. Слава спрашивает, «Ярошка, а что думаешь по поводу Трампа и соцсети, а также про санкции с Китаем?» Ну и раз уже мы ничего конкретного не знаем, то самый логичный вопрос для Ярошки, какое влияние это окажет на игровую индустрию? Мне мне очень нравится в... Ну, короче, как я шутил по этому поводу, если бы я был президентом, ввел твиттер и меня начал банить твиттер, я бы тоже принял закон, потому что, почему бы и нет. Ну что, не для этого ли вы становитесь президентом, что вы, значит, такой, как-то, кого это нахер? Меня нахер? Тебя нахер? Такой. Позвать мне человека, который отвечает за экзекути-вордерс такой. И на, получай, прикольно. Но, но, но так-то с точки зрения демократии, свободы, права, отсутствия диктатуры, ничего смешного. С другой стороны, мы же понимаем, что этот вопрос, ну, как бы серьезнее, потому что с ходом времени, с точки зрения какой-то абстрактной футурологии, наличие, возможность введения профайла при большой аудитории, с возможностью высказывать то, что ты думаешь, свобода из слова и так далее, очень сильно конфликтуруется. конфликтует с концепцией влияния на эту самую свою аудиторию, которая, которая может быть тебе слепо вверит, а ты выходишь и говоришь им в определенный день кулейд пить. Кто не знает, что такое, смешать там условно какой-нибудь там мышьяк с апресиновым соком и выпить в определенное время. И вот такое, опа, у тебя в разных странах мира неожиданно там пару тысяч жмуров вдруг оказалось. Вот, вот где я найти грань между этими понятиями в интернете? А власть, которая сейчас оказывается в руках социальных сетей, она чудовищна и, честно говоря, не подконтрольна. Это до сих пор территория анархизма и вообще какого-то жестяка и ада. Как это может оказаться на играх? Ну, после того, как сети начнут вводить разнообразные рестрикшены и смогут банить какие-то определенные посты, которые соответствуют либо не соответствуют действительности, очень первым втерпит сегмент мобильного рекламы на мобилы и разнообразных игр. Потому что мы все знаем, что, ну, они врут. То есть, да, это же просто такая технология делать рекламу мобильной игры, в которой там красавица сидит в башне, нажимаешь кнопку, а у тебя там и ты паук, который ест мышь. Ну, вот так. И это, типа, ну, такая тема. Все же, все же понимают, что, если эта тенденция это катится, то AdWords и тегов, да, то есть, как бы, то, 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 ну, будет вообще некий переворот такой, скажем так, в индустрии. Ну, потому что, как говорил мне недавно мой знакомый, если ты хочешь раскрутить любое видео в интернете, тебе придется туда вписывать абсолютно нерелевантные, но популярные по поискам теги. И это касается всей экосистемы. Вот мы, весь интернет, весь промоушен в интернете, и вся реклама в интернете построена на целенаправленные лжи и введение в заблуждение. По-другому эффективно быть не может. Так работает. И тут все вступают на такую опасную дорожку и скользкую вообще во всех отношениях, что на это будет крайне интересно смотреть с точки зрения попкорна, покидать в рот, ну типа и поржать с этой темы, потому что это может очень быстро превратиться в змею, которая пожирает свой собственный хвост. Вот как-то так. я слежу, мне интересна эта тема, крайне интересно, особенно после того, как я немножко ознакомился все-таки с тем, как работает продвижение всей этой темы. Евгений Гордецкий, Metal Family, скорее всего, видел клип заглавной мультсериала, где Дариж играется в мототеку и благодаря своей находке и упор, что добивается своего, это было год назад, тут оказывается авторы целых сезон закончили, на ютубе лежит. Я, что-то очень знакомое, надо посмотреть. Что очень знакомое, и звучит, как мало то, что знакомое, так еще и прикольное. Я посмотрю. Игорь Вагон, Игорь, привет. Предлагаю тему для будущего разговора разработка при помощи платформ типа Fiverr. Ну, можем поговорить, почему нет. То есть, как бы. Александр Лукичев, анаглый HR в погоне за большой комиссией, это вообще боль. Да, ну, в смысле, тут люди, которые нанимают таких, типа, эффективных зубастых HR, они не понимают, что они выставляют себя в клонскую позицию на рынке. потому что, когда их, представляя их бренд, специалист начинает искать людей, спрашивая у всех, кому их там советуют, это звучит обычно так, компания такая-то, хотела бы вам предложить зарплату, там, не знаю, там, 20 тысяч долларов, и там, типа, опционы, и так далее. Ты говоришь, типа, да я немножко не про это, она такая, да нормально у тебя все, соглашайся, блин, такой, потому что ей очень хочется комиссию, очень, очень хочется комиссию, и вот ей надо продать там даже вас, возможно, в этой ситуации, даже если вы слесарь. Не знаю, почему слесарь, но, возможно, если слесарь, то... Ну что, у слесаря есть навыки стрессоустойчивости, например, а там тоже надо, а ей денег надо, вот, поэтому, ну, нанимайте sensible людей, то есть, как бы, которые разбираются в вопросах, не нанимайте, пожалуйста, там, ну, совсем уже оголтелые какие-то опции, это не работает. Вопрос, советы по поиску работы в большой компании по игровому дизайну, без опыта, джуниором, в интернатуру, нет большой компании, там нет других вариантов. Ну, в смысле, если на рынке есть еще определенная свобода с точки зрения того, что можно назвать себя дизайнером, который как-то ознакомился, играл в какие-то игры, сделал какой-то свой первый прототип, ну, и открыл свою компанию, он говорит, я старший геймдизайнер, потому что я открыл эту компанию, и я в ней один, ну, это окей. А для того, чтобы прийти в большую компанию, ну, это только на инженерскую позицию, потому что, как известно, в больших конторах часто, как в советской армии, вообще в армии все по выслуги лет происходит, вот, и вход в эту историю, входа два, ну, собственно, интернатура, которые периодически объявляются, они бесплатные, в совсем больших западных историях. А вторая, я могу, по своему опыту, я нанимал много людей в свое время, думаю, я нанимал за историю своего игровой индустрии, человек 300-400, я нанимал в разных местах, может больше. И с дизайнерами круче всего работает подход, когда приходит человек и он показывает, даже если он свежий, даже если он сырой, когда он показывает свои навыки тем, что он пришел и собрал сам небольшой прототип какой-то игры. вот это идеальная проверка. Если этот прототип по идеологии еще и соответствует, если человек понимает то, о чем он разговаривает, то всегда слышно по разговорам. Окей, эта задача упрощается движками, кстати. Ну, то есть, если вы знаете, что компания разрабатывает на этом конкретном движке, но сделайте один уровень шутана, возьмите модели с маркетплейса, обучитесь блюпринту, и в блюпринту на скриптах соберите все эти тематики, будьте честны, говорите, что вы не умеете пока их оптимизировать, но знаете, как сделать 50 ключевых механики, собрать их в играбельный билд. То есть, я, наверное, так бы сказал бы. Ну, и да, и там джуниор, после джуниора там потом там типа мидл какой-нибудь, и дальше там вот эти все корпоративные развилки, они все очень разные. Вспоминается песня аварии, когда я буду большим и важным, я это запросто все облажен. Михаил, Михаил, Миша, привет. HR GameDev в большинстве своем вообще молоко бьют, но я встречал неплохой подход в нескольких европейских студиях. Скажу за артодел, опрашивали ли до ведущих спецов, кто им понравился на ArtStation, например, и тогда, и чтобы попадал в стилистику проекта. Намного эффективнее найм шел. Да, это одна из техники эффективного найма. Самая эффективная техника найма это референс через людей, которые релевантным опытом обладают данной индустрией и которые подходят на эту позицию, но почему-то не согласились. Потому что люди, в общем-то, взрослые специалисты рефери друг друга. Второй подход, вот за арт, про арт, Миша сказал, про хороший подход это формирование комплексных тестовых заданий и просев по тендерам. Возможно, с призами мне, кстати, мне нравилась такая история. Очень хорошо показывают себя проводимые студиями всякие акции вроде всяких джемов, хакатонов и так далее. На них много всякого видно. Крутых специалистов хантят, конечно же. Ну, тут как-то хантят. Тут, как говорит мой фееричный валькириеподобный гневный друг Илья Овчаренко, за людей говорят кейсы. Вот. Кейс это такой чемодан может быть крокодиловым и так далее. Если ты пять покупаешь таких и у тебя есть дома пять чемоданов, то ты молодец. На самом деле я про высшие проекты и прочие темы. Если человек выпустил три игры, то наверное и у них какие-то прикольные показатели, наверное, он что-то понимает в этом вопросе. если нет, то наверное нет. А при этом я знаю много историй, когда приходит человек, который выпустил кучу всяких игр, который откровенно понимает темы, в которых он общается, начинает общаться с HR, и его завернут часто, потому что он действительно или оверквалифайд, или он или она на HR позиции не хотят принимать рискованное для себя решение по этому поводу человека, либо просто этот человек тем, что он просто сильно лучше разбирается, делает некомфортно этому HR и ставит под угрозу ее позицию. HR менеджеры не в состоянии поддерживать разумный разговор с этим человеком. А для многих пойти и позвать руководителей отделов студии и так далее, это типа показать, что ты каким-то образом некомпетентен. И получается не очень хорошо. То есть проще не рисковать и срезать. Такое тоже бывает. Это крайняя печаль. Герош, ну ты даешь, как будто сейчас санкции в отношении интернет-компании оправдишь. Ты что, Трампа поддерживаешь? Может и Миннеаполис тебе нормы самовыражения? Ничего себе! Какая атака от Славы Смирнова? Нет, я вообще никогда никого не поддерживаю. У меня есть просто своя точка зрения, которая почти всегда не популярна. Опять же, вся эта описанная история Слава имеет отношение к законам, санкциям в интернете и так далее. Для меня это гипотетическое футуристическое развитие в одном либо в другом направлении. И наблюдать и участвовать мне будет интересно как в первом так и во втором. Я везде найду как с чего словить свой фан и приторчать. Отвечая по пунктам санкции в отношении интернет компаний я не оправдываю, однако считаю, что крупные технологические гиганты все-таки должны быть хотя бы базово как-то регулироваться. Ну потому что иначе получается как-то странно. Они единственные кто никак не регулируется, потому что не законодательство интернет-регулирования. А известно, что совсем уж гиганты у них могут быть некоторые немножко социопатические адженды и это странно. Хотя если их никак не регулировать и они будут продолжать делать то, что это тоже будет интересное развитие будет интересно это посмотреть. То есть я не то что против. Поддерживаю ли Трампа? Нет, но я считаю, что он очень доставляющий лузы веселый чувак. Вот я вообще короче он очень забойный. Я считаю, что для человеческой истории если бы Трампа не было, его пришлось бы придумать просто для того, чтобы такой персонаж был. Вот. Вот так я считаю. И может тебе и Миннеаполис, тебе норм и самовыражение. Я никак не могу оценить ситуацию в Миннеаполисе, потому что во-первых, это дико не оригинально все, это уже все происходило и был уже родник Кинг и 72-й год в Лос-Анджелесе и прочие такие истории. Я, конечно, могу ошибаться, но все это закончится тем, что как-то показательно накажут какого-нибудь американского милиционера в National Communities позовут National Лидеров, которые сначала этот протест возглавят, а потом продадут и все успокоятся и будет всем счастьем. Ну, в смысле, как бы там не очень есть другие варианты развития подобных событий. Я очень удивлюсь, если это превратится в бунт Пугачева, ну, то есть в современных реалиях. Ну, если превратится, то значит 2020-й вообще отличный, как бы удивительный год. Потому что раньше всегда так было. Слышал ли, уважаемый, Ероша рекомендует в индустрии аутсорсить найм в студию СНГ-шным геймдев и грутинговым компаниям? Не знаю. Ну, можно, наверное. Ну, если это... Если я... Короче, я предпочел бы... Если, короче, HR-агентство специализируется на... Именно на наеме в игровой индустрии, и если там сидят люди, которые до этого работали в игровой индустрии, и если эти люди работали в отделах кадров, то, наверное, такое решение лучше, чем нанять ничего не понимающего в этом человека для рекрутинга. Так сказал бы. Лерика, Малаева Лерика, привет. Привет, земляк. Пиши идеального HR-вакууме для геймдев-компании. Но тут... Для начала тут нужно сказать чего. Нужно сказать, что это же две функции, которые в голове многих переплетаются в спруто, короче, в виде одной работы. Это рекрутинг, ну, хантинг, и это, в общем-то, человек из отдела кадров. С частью, которая человек из отдела кадров, все очень легко, и все придумано за нас. Это человек, который регламентирует процессы, связывается с сотрудниками, готов ответить на вопрос по иерархии, определяет распорядок дня, удобство и комфорт работы сотрудников, и так далее, и так далее, и так далее. Ничего сложного нет. Системная профессия, хорошие начальники отделов кадров, они не теряют квалификацию в переходе сферы, сферы, ну, если это не совсем какие-то там крайние вещи. Хотя вот я знаю при этом, кроме шуток, очень крутых руководителей отделов кадров с армейским опытом, например, в Америке, в американских студиях, которые очень круто разруливают процессы, все прям как, ну, в хорошем смысле, поустам. Вот, все довольны, все работает. По поводу именно вопроса, связанного с рекрутингом и наймом, ну, я считаю, что лучший человек, который нанимает в студию, это все-таки, если у него есть какое-то время, это фаундер или продюсер, и искать надо через вот таких вот каких-то людей. А если это все-таки нанятый человек, это должен быть человек, который хотя бы базово понимает производство и культуру производства компьютерных игр. Ну, не может быть ситуации, когда человек вообще никаким боком, и все такие, о, ну, у нас же есть самсофт. Я реально, кроме шуток, слышал, я всячески осуждаю, когда такое говорят люди, которые это говорят, что, ну, есть же в компании уборщики, админы, типа, ну, ты HR есть, там, вот он там, как-то людей проверяет. Но это абсолютно безответственное отношение к очень важной части вашей компании. Профессиональные HR очень хорошие. Я вообще профессионализм в людях ценю. то есть, вот поэтому, поэтому тут, наверное, такой ответ. За людей говорят чемоданы, да. Уважаемый Рожка, а насколько критично такое понятие, как возраст поступления на работу в индустрию? Это очень странный вопрос, который назрел сейчас сильно, вопрос эйджизма сильно назрел на этапе развития индустрии в русскоязычных странах. И этот вопрос, он есть в стартап-индустрии. В том сегменте, где я, например, работаю, такого вопроса, ну, я сейчас расшифрую еще, то есть, о чем речь идет. Речь идет о том, что после определенного возраста, типа, чтобы тебя наняли, это, типа, очень тяжело. Зависит от позиций, зависит от компаний, зависит от, там, не знаю, кучи процессов, но я вот в многих американских компаниях вижу обратную проблему, которая состоит в том, что, ну, типа, для того, чтобы занимать крутую ледовскую роль, тебе нужно, чтобы тебе было запалтос. Тут тебя раньше просто не возьмут на такое, ты too junior. Вот, есть такая проблема. Есть определение too senior, но у каждого, у каждого, в европейско-американской индустрии, у каждого возраста есть свои места. То есть, этой проблемы прямо в таком виде нет. я слышал и знаю о том, что, если ты программист за сорокет, то вписаться в какой-то молодежный стартап, типа, ну, сложно. Я могу понять, почему. Это все упирается в кучу не отношения к возрасту, а к, ну, к вполне понятным и конкретным данным о человеке. То есть, если есть команда людей, которым двадцал, которые там, типа, мочат и джал, и которые реально бернят себя и бернят производственные процессы жестко, каком, пятером, работая по шестнадцать часов в сутки, чувак за сорокет в... он не выживет в таком режиме и его поэтому не возьмут, а не потому, что ему за сорок. Есть сложность между поколениями с точки зрения идеологии, что ли, потому что есть такое понятие референс-бридж, например. То есть, если человек сильно молодой, например, а есть люди, которые делают какой-нибудь там симулятор или продолжение серии, которая, типа, с крутым легоси, ну, ничего об этом не знает. Ну, в смысле, его на такой проект тоже, наверное, не возьмут. И таких вопросов можно десятками писать, то есть, есть соображения. То есть, возраст в чистом виде, он реально не очень там особо влияет. Ну, а если влияет, то это, то это, то там получается такая ситуация, когда, если сидит там, не знаю, там 20 людей помоложе, и вот они, и там все, они такие, мы не хотим брать старого чувака на работу, ну, туда не надо идти работать просто. Ну, это, это типа, типа, как бы странная фигня. Ну, вот, если говорить о наоборот, если говорить в обратную сторону, в, ну, я знаю историю, когда, когда сейчас, все же дети и молодежь сильно развити и умнее, чем мы были в свое время, и они вообще во многом лучше нас. Это как бы известный факт, как бы кто не спорил, да, то есть, особенно если говорить не абстрактно, а к приложении, там, к разработке, например. по очень простым причинам, потому что мы в детстве нажимали на МК-61, пытаясь программировать игры, а в, а текущее поколение, которым там, не знаю, от там 14 до 18, они уже имели доступ к большому-большему количеству технологий, платформ, там, и так далее, и они учились быстрее, стремительнее и лучше, чем мы. Вот. То, ну, я знаю истории, когда, типа там, ну, типа интернами берут, там, 15-летних, 16-летних, но могут и отказать, потому что, к примеру, какие-то легальные процедуры могут быть не построены таким образом, чтобы брать несовершеннолетних людей на работу, может быть, вообще не закон, там, например. То есть, вот, поэтому я, я не думаю, что здесь, вот, это конкретно этот вопрос, Валерий, Валерий просил, потому что, вот, его можно прям как-то так взять и, как-то с кондачка на него ответить. Он, он сильно глубже, сильно сложный, там, миллион, сопутствующих факторов. У меня был, МК-61, да, я вот, лайк за МК-61, у меня был, я нажимал на него, мне очень интересно было. У меня в детстве, у меня, вот, после калькулятора, у меня, у меня был поиск один, у меня, у меня был спектрум, и, но меня похитили консоли, у меня очень рано появился, даже не, не Дэнди, а до Дэнди у меня появилась, прям, Несс, настоящая, которую из какой-то командировки, в командировку попала, там, к сотруднику моего отца в руки, и, и он, поделился, ну, типа, типа, со мной, и я, и я, вообще, там, картридж, 31, 31 игра, в одном картридже, там, включая всех ключевые, типа, Марио, Ice Climber, там, каратэко, и так далее, и это, это был просто взрыв мозга, то есть, как бы, я не понимал, меня, вообще, мне настолько в раннем возрасте голову взорвало юзабилити, то есть, ну, вы понимаете разницу между спектромом, в котором нужно поставить кассету, он должен сделать, и потом у тебя на экране, или диктатор, да, и, и кадридж, который, вот это да короче ну и на телеке все это то есть как бы именно с точки зрения играет прямо чемоднял потом вернулся компам нормально слова слова леса так и прости руш не хотел честно не страшно нижней же смешно а просто думал что мы дошли до стадии когда обязательно ставить маленький но можете один дошел я точно так же я посчитал прикольным расшифрать ответить на этот вопрос потому что это типа интерес а так то я понимаю в вы все верите последним к 11 про разработку есть ощущение что среди текущего молодого поколения много разработчиков стек оверфлоу есть такое местами но то есть работает не трогай не вникай также и во всем остальном что конечно заметное отличие от нас которым было интересно как это устроено возможно но возможно эта проблема связанная с возможно ты не то что проблема честно говоря потому что честно говоря людей которые в индустрии именно не нужно чтобы каждый человек был чуваком который в любой задаче пытается переписать рендер если вы понимаете о чем я ну да а мы же из того поколения в котором все все было именно так то есть там ты не программист если ты не хочешь написать полностью все свое из нуля и чтобы это было лучше чем вот там какой же ты программист ты давно не программист если ты не хочешь так сделать тебя в комьюнити не поймёт она узкая маленькая все друг друга знают ну то есть да вот там такого такого характера проблема еще есть с другой стороны есть совершенно жуткая нехватка людей которые например одновременно неплохо разбирались был с отварной и хардварной часть а таких ну надо я я сейчас это как после выхода 5 анрила фейсбук же известен как это место для экспертов как многие стали копать в этот аспект и такие да там ssd там вот это все там короче все дела а я реально людей которые в сегмент на сопережение хардвара с тварами понимают очень мало их их хотелось бы побольше честно говоря вот по очень много очень очень высокая фрагментация при этом фрагментация по языкам программирования фрагментация платформам разработки и по прочим элементам то есть там ну короче о как прекрасен ты новый смелый мир во всем своем разнообразии я бы сказал так вот вот да но кстати шутки шутками но в воду рендера это прямо жизни история в том плане что записали мы первый раз мы лицензировали анрил там было несколько программистов которые прямо все время хотели рендер переписать мы говорили что ну зачем мы же не для этого лицензировали нам не нравится как она выглядит он такой нет нам надо это переписать потому что надо то есть вот и немножко ссорились по этому поводу традиционная пришел к финалу григорий радовичский привет григорий ну как на ю тубе завтра я там тайм-коды подставляю теперь то есть поэтому денег разницы принципе у нас есть фану вроде интересная кстати сегодня те кто копает до конца нужны но их нужно сильно меньше вода я собственно об этом же говорю потому что иначе иначе разработка продукта рискует превратиться в бесконечное рендер а в смысле там процесс не заканчивается это люди которым 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 стоило бы заняться научной деятельностью я считаю что это кстати вот это не ничего плохого что не говорю я наоборот считаю что наука многое теряет к сожалению будущем состоянии привлечь людей с менталитетом там деньгами и всем остальным потому что вот люди которые прям как готовы к долгосрочному глубокому погружению исследованию их они цены но но в науке их нет потому что платит мало и туда тяжело и это не работает в церне до переписать классика ну ну да то есть как бы этот этот момент обсудили прикольно парик просвечивает да это я еще что в голове мая пилки да 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 и а там там реально я кстати я посмотрел что на фоне на фоне все-таки происходит я уловил сюжет это конечно да я как вы понимаете не смотрел это видео до конца я просто набрал там клоу клоуны в youtube и смотрю вроде там 35 минут два раз пройдет а там короче прям прям удивительно ну вот на а теперь теперь у нас все-таки конечно же час двадцать мы и дотянули поэтому если есть какие-то последние вопросы пожалуйста их задавайте если нет мы будем заканчивать я буду буду все это готовить к завтрашнему релизу пока вы возможно соображаете последние вопросы могу сказать что из последних новостей эта неделя была достаточно насыщенной при этом у нас еще стрим в субботу во воскресенье вот жанровые посиделочки воскресные мы еще по тематике кстати мы говорим про экшен кино 90-х максимально несерьезный разговор воскресенье который из области кто кто круче шварценеггера листал он и у нас там то есть как бы я такой немножко расслаблено мы это все поделаем вот по этой неделе записали несколько интервью но одно записал 2 еще записи там одном монтаже записал интервью с лёхой сталином пестриковым из кефира она она мощная веселая с ильей карпинским мы собираемся записаться воскресенье по поводу денежной части вот следующие на следующей неделе еще два интервью новая рубрика не гейм пласт короче контента становится все все больше еще хотел бы хотел бы сказать по поводу отдельно сейчас скажу и скажу чего я записывал вы вы знаете что я очень люблю всякие каналы посвященные урокам разнообразным и и вот у меня новый знакомый клёвый короче канал канал называется чарли тьютерс я скину ссылочку обязательно там много разнообразных уроков очень здоровски по к викселю если вам интересна эта тема и и по анриву начинать появляться русские материалы я всячески рекомендую канал я добавлю как и прочие интересные туториалы ссылка интересные каналы и ссылку в описании этого видео если интересно по движку заходите смотрите там доступно простым языком вот вопрос от максим николаева а вот раз затронули ты кого не читаешь из game studies чтобы исследовали игры вот прям так и прямо сейчас нет периодически почитываю я я очень люблю в этом плане под полистать этот медиум там по категориям прям то есть там там куча интересных и проскакивает книжки книжки из книжного особо ничего последнего не читал вот почему почему отчасти именно про игры нет потому что потому что сейчас я начал взорваться еще по не художественной литературе в антропологию историю потому что я обещал цикл на лето написать и потом записать на 6 часов и и вот это вот книжное съедает у меня все все время обложился прям художник учебниками прям по по антропологии прям даже не исследованием учебниками что-то читаю очень интересно британские последние очень хорошие кстати про книжки очень записать рассказать потому что много последнего последнее время интересно прочитал вот но надо ведь уже хриплю я уже хриплю как пластинка я закругляться большое спасибо что пришли на этим мы будем заканчивать наш сегодняшний цирк приходите в воскресенье всем хорошего вечера пятницы иксо 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 обнимашки на че гевара род фронт большое спасибо вы самая лучшая аудитория в мире вызовите прекрасные вопросы пока